Доброе утро! Добрый день! Да что ж у меня это утро? У меня когда начинается визу, у меня сразу утро. Даже несмотря на то, что сейчас может быть уже глубокий вечер. Ладно, сейчас день. Поэтому добрый день! Я уже быстренько сбегала, кое-какие покупочки купила. Сейчас вам покажу. Но! Самое главное! Самое главное! Сыпать не могла. Знаете, что это? Это черенок от гортензии. Ну, конечно, вырастет ли из него что-то пока непонятно, но шансы есть. То есть нужно будет его обрезать. Я в интернете прочитала, как. Посадить тоже под бутылку кокрозу. В общем, посмотрим. Но вдруг что-то вырастет. В конце концов, попытка не пытка. Дальше. Так, дальше. Что еще купила? Очень важные вещи. Рыбий жир! Та-дам! Да, вот такой вот рыбий жир в капсулах. 45 рублей он стоит для взрослых. Очень полезная вещь. Но это еще не все. Купила себе витамины. Давно я не пропивала курс витаминов. Наверное, уже где-то месяцев 7 или 8. Поэтому можно бы и надо бы повторить. Но поскольку на херп финансов доступных, чтобы заказать что-то оттуда, пока нету. Все расписано до рубля. Поэтому пока купила вот такие вот алфавиты. Я не знаю, куда вас поставить, поэтому пока в руках. Зеленуха. 39 рублей салат такой стоит. Где зеленуха, там и сливы. Я люблю сливы. Ничего не могу с этим поделать. Сливы... Блин, я даже не посмотрела, почем они у нас, если честно. Зеленуха точно 39, а сливы, блин, не знаю. И теперь сейчас будет самое страшное. Сейчас я его нащупала. Самое страшное, но... Та-дам! Вафли. Но я их взяла. Во-первых, я сама их захотела. Мне стыдно, но да, я не могу... А вот от сладкого я не могу отказываться. Ничего не могу с собой поделать. Я пытаюсь. Но я же пытаюсь, правильно? Это самооправдание. Короче, взяла, но к тому, что у меня через два дня будут гости, все равно нужно будет что-то положить на стол, кроме орешков. Короче, это я сейчас сама себя оправдываю. В общем, короче, взяла я вафли. Вот, короче, такие сегодня покупки. Быстрые. Заехала, думала, мне шину мою посмотрят, но они еще не работают. У них там компрессор, что-то такое. В общем, пока с шиной вопрос не закрылся. Ну, вот. Вот, и, естественно, в палисаднике уже поковырялась в своем дорогом и ненаглядном. Что я там сделала? В общем-то, подкормкой все полила и немножечко там ножичком, то, что не достригли, выстригла. Но травушку я буду удалять. Ну, отравочкой. Отравушкой полью ее, но не сейчас, а, наверное, часиков в 6-7 вечерком. Сейчас нужно немножко поработать. Да. В холодильнике у меня, конечно, кот. Блин, полы грязные, буду тоже убираться сегодня. Вот такое молочко. Это морс из облепихии. Оришки, печенье даже лежат. Сливушки. Это бульон. Лук. Хомус. Тут мяско. Куриное. Не куриное, а индейки. Фрукты. Это тоже мост из облепихии. Не знала, куда его налить. И арбуз. Да, я его вчера все-таки ночью расчленила. Вот такое вот огромное бадья. Но, опять же, ко мне через два дня приедут гости, так что, если я не доем, мне помогут. Я надеюсь. Салат. Ну, в общем, все как у всех. Буду сейчас завтракать. Так, второй кот пришел. Все пришли проверить холодильник. Сырок у меня. У меня там даже, кстати, шоколадка еще есть. Шоколадка лежит. Да-да-да. Маслечко. В общем, короче, все как у всех. Эти несчастные пачки я никак не могу их использовать. Я, по-моему, год уже прошло. Надо их использовать. Там срок года не закончился. Я их заказала на iHerb и, честно говоря, так и ни разу не использовала. Надо, блин. От одной... Просто я решила, что от одной пачки, наверное, толку не будет. Там два пачки. Ну, короче, ладно. Я их использую. Прям вот завтра сяду и использую. Все, вот закрываем холодильник. Сейчас будем завтракать. Так, обрезала вот так вот черенок. Видите, здесь, здесь, листочки. И один вот такой вот. Пойду сажать в свежую землю и полью подкормочкой азотной. Посмотрим, доп, что вырастет. Вот так вот это выглядит. И накрываем бутылкой. Все, теперь поливать буду с крышечки. Здесь вот моя розочка. Я обрезала, она была с листками, это неправильно. Обрезала, но, может быть, здесь что-то вырастет. Фиалки прут. Надо это несчастный фиалк уже летала. Ну, потому что одному коту же очень нужно было сюда запрыгнуть. Она уже летала. Ну, жива. Да, здесь немножко грязненько, но просто пока не занимаюсь этим, потому что, потому что, в принципе, скоро все уже заносить обратно в комнату и заниматься уже ремонтом балкона. Ну, это я надеюсь. Там как получится. Вот он пришел, черномордый мой, дружок. Помидоры все срезала, толку от них нету. У меня вообще бестолковый даже не цветут. Не знаю, что я сделала неправильно, но фиг бы с ним. Я купила семена, в следующий год посадим черри. Все. Теперь пойду завтракать. Да, время пол третьего, а я пойду завтракать. Ну, что делать? И такое случается. Витамины еще покажу. Вот они вот так вот выглядят. Витамины Алфавит Классик. Их фишка в том, что они разделили в разных таблетках разные витамины. Например, кальций, серый, ну, белый, синие антиоксиданты и розовое железо. Почему они так? Ну, там, кроме этого, конечно, еще есть другие. Просто, я не знаю, правда, Ленит, я не медик, но, в общем, как говорит эта компания-производитель, эти три группы вместе плохо усваивают, если принимать их вместе. А если принимать их по отдельности, то они усваиваются лучше. Поэтому, три таблетки утро, день, вечер. Таблетка 1 белая, таблетка 2 голубая, 3 голубая. Без разницы, в каком порядке вы начнете, главное, одну из них утром, вторую в обед, третью вечером. Вот не помню, их во время еды. По-моему, все-таки их во время еды. Да, одна таблетка каждого вида в день во время еды с минимальным интервалом 4 часа. Принимая таблетки по промежуткам времени сделать восполнение цвета витамина более эффективным. Порядок приема таблеток разного цвета с суточной дозировкой веществ не важен. Ну, в общем, сейчас тогда себе начну с розовенькой. Ну что, докрутила я крючки. Один у меня остался. Сегодня один доделала. Вчера все-таки два вот этих верхних я докрутила. Но не очень ровно, я вам, честно говоря, скажу, не буду приближать. Но, в целом, в целом нормуль. Ну, как смогла, так и сделала. Блин, в конце концов, я девочка. Ну, такая вот незатейливая вешалочка из Лера Мерлен. Ну, здесь больше прихожей-то ничего и не надо. Ну, будет еще, как он, господи, там, куда обувь складывается? Обувница. Будет еще внизу обувница вместо кошачьего лотка. Ну, и все. И с прихожей будет покончено. Ну, со стенами еще немножко подразбираюсь. Но, в плане мебели уж точно здесь больше ничего не будет. То есть, здесь будет стол. стол. Ну, что ж такое? Будет шкаф. Как он здесь есть, так он здесь останется. Сверху можно всякие штучки хранить. Кстати, может быть, можно бы там будет и зимнюю резину хранить. Ну, если так вот разложить, по три. Ну, короче, я подумаю, потому что у меня сейчас главная проблема. я не понимаю, где я буду хранить зимнюю резину, когда все сделается. Пока-то есть где. Ну, как вариант. Все, здесь будет обувница, вешалка. Здесь у меня еще одно зеркало такое с морем. Еще крючочки. И все. Здесь плентуса доделаются, здесь останется свободно. Ну, короче, полы помоют. И так грязненько сегодня, но буду сейчас убираться. С вами мы сейчас уборкой. Но пока вот такие вот дела. Интернет-провод, да, уйдет, куда-нибудь. Пока не знаю, куда. Фридушка. Цветы, кстати, стоят. Они очень стойкие. Эти полевые цветочки, им практически не пахнут, но стоят и радуют меня. В общем, все, и в прихожей можно будет сказать, что почти практически покончено. Ничего, впереди еще много. Много что делать. Конечно, первое больное это кухня. Кухня, кухня. И потом уже маленькая комнатка. Зато потом все. Еще чуть-чуть и все. Вы любите хумус? Я, если честно, обожаю. С удовольствием ем его с морковкой свежей, с сельдереем тоже очень вкусно, со стеблями. Не пробовала, но говорят, что очень даже неплохо с цветной капустой со свежей. Но попробую, просто у меня сегодня нету. Вот такой вот у меня кубет. Приятного мне аппетита. У меня тут в Палисаднике цветет все. Сейчас покажу. Это маргаритки великые. Короче, красота. Вот пришел. «Все». «Все».